Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Крепкое вранье». Жил-был царь, и вот надумал он однажды по-царски повеселиться. Собирает к себе глашатаев крикунов, дает им задание. Бегите по всем дорогам, везде кричите. Кто мне, царю, крепче всех соврет, тому я дам в награду золотое яблоко. Помчались глашатые крикуны по тропкам, по дорогам, разбежались по селам, по городам, везде разносят весть. Кто царю крепче всех соврет, тот получит золотое яблоко. Не прошло дня, не успел царь выйти на крыльцо, а народу перед ним уже видимо-невидимо. Тут и знатные люди, и не шибко знатные, тут и селяне, и горожане, и каждый каждого переврать желает. Один говорит, я по небу без крыльев летал, да вот в копну соломы упал, и поэтому не разбился. Царь весело кивает, вполне так может быть, верю, ты врать не умеешь. Второй говорит, у меня курица соловьем пела, на дудке играть умела, Да жена моя эту курицу по ошибке зарубила и сварила вместе с лапшой. Царь кивает и этому, верю, верю, тут враньем и не пахнет, такое тоже может быть. Третий врун совсем из себя выходит. У меня, говорит, маленькая свинья, принесла сразу взрослого жеребца-скакуна. Я даже на нем вот сюда и прискакал. Только жаль, сама-то свинья-мать потерялась по дороге. Царь кивает и этому, ах, ах, поскольку и твой рассказ правдивый, Поезжай скорее обратно, ищи свою драгоценную свинью. И вот таким манером вруны к царю все тесняться, друг друга толкают, перебивают. Да все ж самого крепкого вранья, такого, чтобы царь поверил, придумать не могут. И один лишь мужичок, с виду совсем простой, сельский, стоит себе в стороне, не лезет, не толкается. Стоит и держит под мышкой пустой пузатый кувшин. Царь, конечно, этим мужичком заинтересовался. Ну, говорит, ты чего здесь стоишь, молчишь? Почему мне ничего не врешь, ни даже не привираешь? А мужичок спокойненько отвечает. Мне, пресветлый царь-государь, не до вранья. Я пришел к вам за делом. За каким таким делом? Удивился царь. А помните, вы год тому назад взяли у меня взаймы? Вот такой вот, полный кувшин чеканных червонцев. Взять взаймы взяли, а до сей поры не отдали. Вот я с кувшином-то задолгом и пришел. Что? Так и взвился, так и подскочил на крыльце царь. Какой такой долг? Какие такие червонцы? Ты врешь, мужик. Врешь, врешь и врешь. Все твои слова неправда. Ах, я вру, засмеялся мужичок. Тогда подавайте мне, ваше царское величество, свое золотое яблоко. И царь сел и захлопал глазами и опомнился. Засмеялся тоже. А потом преподнес мужичку золотое яблоко. Оно твое. И больше ничье. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии и жми на колокольчик. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok